мусор собираем по всей деревне все что видим на обочинах чуть глубже заходим опять у нас все колодцы открыты старые колхозовские канализационные метра по 2 на глубиной сейчас в них вода стоит не знаю видимо ждут когда кто-нибудь провалится действительно что может быть проще выбросить в банку в помойку кажется скажи легко ли тебе ходить по усыпанной глади дорог скажи зачем таким быть царить создавая грязный поток а с ним рядом бегут заражение тлен стыд и срам пойми ты вовсе не крут бросая на землю оставшийся хлам сюда не приземляются птицы пора бы остановиться и что не может случиться и все смотри давай меняй свои мысли и отношения к жизни чтоб город был просто чище начни с себя начни с себя смотри какую тут плотину до построили бобры у нас все разгрызли все деревья повалили кусты и устроили плотину нашим местным умельцам не получилось сделать плотину самим из бетона армированного пруд у нас ушел а здесь бобры в институтах не учились а плотины строят да это боже да котенька да ничего не получается у местных так что вот мы думаем как бы к нам на пруд позвать бобров уж они-то точно справятся с этой задачей куда лучше и вот этот за счет того чтобы бобры да прары здесь установили плотину вода маломальски как то хотя бы более плавно уходит в закопанную колхозом еще трубу дренажную вот большую достаточно которая в общем то на себе несет проезжую дорогу кто здесь ездит местного масштаба и если бы не эти бобры ее бы давно уже смыло и так уже проваливается все на свете подсыпается но все это тоже тут настолько хлипко что конечно не знаем сколько это дело еще прослужит но ничего я уверена что природа справится с этой задачей каким то образом вот и здесь на этом пруду у нас утки выводят утят не наши а дикие дикие утки в прошлом году была утка с утятками и в этом году надеюсь тоже они прилетят ну а наш папа пропылил мог бы поаккуратнее проехать пойдем пойдем вот чтобы уточкам здесь хорошо жилось папочка сейчас соберет весь мусор и целлофан чтобы он им не мешал да маленьким утяткам и мы будем летом ходить сюда смотреть на уточек как в прошлом году да ну сейчас еще не прилетели уточки видишь только заброшенные фермы тут как тут скажи ему нужно мусорить нельзя мусорить нельзя папа а мусорит а мусорит мусорит вот это ежегодичная у нас весенняя процедура вот видите меня знаете что смущает больше всего вот ну кто мог не донести вот такого размера бутылку или выпить ее по дороге или что она 3 литра или вон стеклянная бутылка из-под водки я не знаю сейчас уже есть такие мужчины которые прячутся от джона выбрасывают стеклянные бутылки из-под водки куда-то там ныкая их наверное мне кажется это уже не так распространено но факт остается фактом я перчатки не взяла но я наверное все таки достану наверное да вот кстати тут одна компания точно бухала этого медведя какого то тут вот удивительно а с осенью все собираешь уже тоже и прошлой весной кто успел тут за зиму набухаться медведем в такую свинью что нельзя было с собой унести всю эту богадельню вот объясните мне я что-то не понимаю вот ну по какой причине деревенский пруд в запруду так скажем где и рыба размножается и где утки своих птенцов выводят утят бросить канистру пластиковую вот это ну на кой вот оно хрен вот это надо делать вообще даже случайно из кармана выпало просто зло берет честное слово вот такие приятные сюрпризы могут нас ожидать вот идешь идешь и ничего не подразумевая фига как колодец из него железная арматура торчит тоже очень приятно правда и вот он двухметровый весь в воде ребенок туда упадет или овца какая-то или еще кто это в принципе науке не известно а когда он зарастет еще травой практически это будет не определено вообще его местоположение вот от дороги расстояние кто сюда убежит а вот от другой дороги расстояние да и вот мой ребенок ходит в общем прекрасно тут сколько 5 метров есть и колодец открытый зато кто-то продал металлическую крышку железную сдал на металлолом получил свои волшебные 200 рублей вот еще один такой уже великолепный объект это колодец со свернутой крышкой тут обойчем заложили чтобы там не провалиться туда не подходить но снова же когда эта травка порастет все ну вот именно что не видно что здесь колодец еще вот там такая же есть один объект вон там закрытый колодец видите а здесь вот в таком он состоянии он просто относительно прикрыт вот что ты не колодец нет я не хочу показывать тебе колодец я всем покажу а тебе не покажу колодец нельзя сюда ходить ты знаешь все папа за тобой приехал пошли вот прикрытый ветошью колодец деревянным чем то вот дорога видите да нашел да один там где я собираю этот иван чай саш смотри на ален за аленой ну то есть вот представляете да ну вот это мало того что наша дорога шикарная так еще и риски быть заживо похороненными в таком колодце и видите как трава застилает ничего не видно вообще вот он он глубокий на самом деле очень два метра то есть туда жахнуться это с головой однозначно не ногой провалишься сломаешься челюсть да скорее всего так случится говорит ногой провалишься ударишься челюстью свалишьの ногу сломаешь скорее всего и там останешься навсегдаấp и вот это от дороги понимаете да то есть дети спокойно могут такое расстояние пересечь исключительно там за какой нибудь бабочкой или там за каким цветочком И до свидания, в общем Вот Здесь еще вот в этой местности Вот в этой поляне, условно Тут еще 3-4 колодца где-то Вот я знаю вот этот вот точно Один, который еще прикрыт Вот ветошью всякой там завалено Не пойми чем И один, я знаю, большой колодец Вот по дороге к вот этим зарослям Это как раз вот Иван-чай Вот Пойду посмотрю, может его найду Так, а этот колодец Меня надо сфотографировать, опять кляузу буду писать В который раз Просто, к сожалению, когда пишешь жалобу На это дела, что просьба Колодец этот устранить и так далее Есть шикарная вещь То есть они приезжают, реагируют Но, блин, зимой, понимаете, когда сугроб Сантиметров 80 И говорят, ну покажите где Вы же сказали, что не есть Давайте покажите Мы говорим, а, нас троит И все, и что Мы как покажем-то Брать лопату, расчищать здесь все Ой, хорошая-то беда Ну вы типа продублируете весной Хорошо, я продублирую весной Я же попугай Что бы мне не продублировать-то А вот наша церковь И здесь в Бирюзовой роще тоже полно-полно мусора Смотрите, у кого-то был пикник Правда? Здорово И место прекрасное От дороги недалеко И пейзажи вдохновляющие Церковь намоленная То ли дело Почему бы здесь не отдохнуть И не сделать вот так Или это, предположительно, пакет с мусором Видите, который просто поставили А вороны сделали свое дело Но факт остается фактом Довести это до помойки кому-то была не судьба Вот с этого и начинается порядок в головах Вот еще один колодец Ну такая вот прелесть Короче, мусором мы набрали два полных мешка битком Да это не это, не больших мешков На самом деле, ну да, где года были побольше Нет, на самом деле это ерунда Я объясню почему Потому что в прошлом году И позапрошлом году Я вывозил прицеп У меня есть легковой прицеп Вот полностью битком Если фотки найдем, мы вставим, да? Да, но не знаю, где есть Короче, а в этом году скромно еще вот всего лишь Да, всего лишь два 80-литровых мешка Нет, один 40-литровый, другой 200-литровый 200, а, отлично, 200-литровый Ну, короче, все Мы закончили, наверное, с этой процедурой Ну да, пойдем выкинем нас на помойку Здесь вот помоечка прекрасная Дерево, видите, волшебное, блестящее Как в аватаре Все сверкает на солнце Дорога снова уже прекрасная И вот такие вот виды А, в ту сторону тоже сгребли Да, сгребают просто в сторону И все Не хотят, чтобы мы платили 190 рублей с рыбы, да, за все это Каждый месяц Да Какой контейнер? Просто сожгли все И вон туда в овраг скинули Видно, да? Вон туда трактором с бульдозером Сгребни просто И землю прицепили по всей Да, и здесь остатки от вырубки вот лежат, чьи-то Ну, короче, вот видите, почищено, в общем, все Очень хорошо Видите, какая Это наша контейнерная площадка Тут не наше, соседнее село К нам приезжает машина, мы в машину кидаем Это как называется? Мусорная реформа? Ага Ой, господи, мы живы-то останемся после этой поездки Вот такая вот мусорная реформа у нас За которую мы должны платить денежки Вот дорога А вот колодец Там, где дерево, типа как растет, оно не растет Оно просто воткнуто Оно через такой бурелом лежит И неизвестно, есть ли тут еще колодцы Так скажем Вот оно Воткнули специально, чтобы было хоть немножко видно Где это все Вот там вода Доска какая-то плавает Обалдеть, слушай Это выше твоего роста, получается, да? До самых лучков Видали? Вот такая глубина Вот и представьте себе, что будет с человеком Если он туда провалится, а не дай бог еще ребенок Шансов выжить ноль Где еще где-то? Вот еще одно Дерево растет, как вы видите Таким же образом посажено Тоже там вода блестит Он заелен Но ребенку хватит, да, в общем? Ну, самый опасный Тут возле дороги Ну, он и ближе всего К тому, где люди ходят Ну, хорошо Здесь, может, сразу упадешь, да? Здесь просто провалишь И будешь орать Да Тут воды нет Вот, смотрите Удаленность от дороги Получается Вот дорога Перед деревьями И вот этот колодец Вот какая красота Возле леватора горит поле И мусор, который на это поле все свозят Вот так живописно все это выглядит Скажи Приятно тебе Когда вокруг Так пахнет гнием Скажи Все мы себе Что мы захламляем То, в чем живем Пойми Каждый прожитый день Нельзя превращать в глупый азарт Возьми В оборот свою лень До урны дойди Подними же свой зад Сюда не приземляются птицы Пора бы остановиться Ничто не может случиться И все Ты меня Давай меняй свои мысли И отношения к жизни Чтоб город был просто чище Начни с тебя Твоя душа засорилась В нее вандальство влюбилось Ты разрушаешь и гадишь Вот жизнь твоя Пошла жара Собираешь мусор? Или все-таки дожили мы Для того, чтобы бутылки собирать пустые? Нет Пока мусор собирай По всей деревне Да, Боська, мусор надо собирать? Да Надо Конечно надо Нельзя мусорить, да? Да Нельзя мусорить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...